17 миллиардов 372 миллиона 738 тысяч рублей. Такой планируется доходная часть самарского бюджета в 2022 году. Это налоги физических лиц, земельный налог, а также доходы от использования муниципального имущества. Доходная часть бюджета оказалась выше, чем депутаты планировали ранее. На 2023 год доходы утверждены в сумме более 18 миллиардов рублей, а в 2024 более 19,5 миллиардов. Эти цифры приняли самарские депутаты, рассматривая проект бюджета в первом чтении. Данный проект бюджета предусматривает средства, только собираемые на территории городского округа Самара. Пока в первом чтении он не учитывает средства вышестоящих бюджетов, а также безвозмездные поступления, которые традиционно у нас в течение года мы в бюджет получаем. Бюджет города планируется бездефицитным. Основная доля расходов, почти половина, приходится на социальную сферу. Это образование, социальные выплаты, культура и спорт. Еще треть бюджета направят на ремонт дорог, транспорт и жилищно-коммунальное хозяйство. Сегодня, наверное, как никогда сошлись все эти наши интересы. Сегодня есть серьезные программы, в первую очередь принятые правительством Российской Федерации и указами президента по строительству школ, дошкольных учреждений, по капитальному ремонту. Перед вторым чтением проект бюджета доработают в городской администрации с учетом поступивших предложений депутатов. Доработанный документ будет расширен и информация о дополнительной потребности в средствах. Так называемый лист ожидания – это те задачи, решение которых будет профинансировано при наличии или высвобождении в бюджете необходимых средств. Также ожидается поддержка из вышестоящих бюджетов. В этом году Самарская казна таким образом пополнилась на 17,5 миллиардов рублей. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.